Это видео посвящаю последнему мероприятию 2019 года, карнавальная ночь, новогодняя карнавальная ночь, которую я провела 28 декабря дома у Альберта. Про Альберта я вам уже рассказывала, это мой бизнес-эдвайзер. И в его доме, потрясающем, абсолютно шикарном, я провожу все свои крупные мероприятия. Сразу скажу, что стоит досмотреть это видео до конца, потому что Лена Пронина сняла супер-классное, интересное видео, официальное видео, как я их называю, официальное видео про вечеринку 28 декабря. И обязательно в конце видео вы его увидите. Но стоит рассказать вообще, как я организовывала эту вечеринку, как все начиналось, что вообще было это за месяц в декабрь. Началось все с того, что где-то за полтора месяца до самой вечеринки я выбирала дату. Дата это ключевой момент, в какой день назначить вечеринку, так, чтобы максимальное количество людей могло ее посетить. Вообще происходит очень много событий всегда, но несколько моих вечеринок упали на даты суперсложные. Например, одна из них упала на дату Burning Man, когда все разъехались на Burning Man. И мы думали с Альбертом, что людей будет очень мало, потому что Burning Man и наша аудитория, она очень активна, она ездит на Burning Man. Но, тем не менее, идей было много, было круто и классно. Здесь по поводу 28 декабря у нас возникли серьезные разногласия, потому что Альберт, человек, который живет здесь лет 25, наверное, может быть и больше, он знает очень хорошо и своих друзей, и аудиторию здешнюю. Он знает, что 31 декабря люди хотят праздновать. Они хотят праздника именно вот конкретно в эту самую новогоднюю ночь. Я в Америке 3 года, я считаю, что я довольно достаточно зрелый взрослый человек и с опытом организации вечеринок, да, такой вот у меня есть опыт полгода, и я решила, что нет, лучшая дата это 28, последняя суббота уходящего года, тогда мне легче будет набрать людей, тогда мне легче будет собрать моделей, диджеев, в общем, всех, кто будет работать на этом ивенте, а их около 20 человек, чтобы все это организовать, потому что заставьте-ка работать 31 декабря 20 человек. Представляете себе, какие это деньги, какие это затраты, и сколько должен стоить тогда, исходя из всего этого, естественно, входной билет на вечеринку, да. Тем не менее, наши дебаты, дебаты по поводу даты продолжались, я провела опрос, мой опрос показал, что 28-го лучше, Альберт провел опрос, его опрос показал, что 31-го лучше, в общем, я настояла на своем, оставили вечеринку до 28-го, и еще один был такой ключевой момент, моя аудитория это люди молодые, в основном молодые люди, у них у всех есть маленькие дети. И вот представляете себе идти на вечеринку, да, нужно же детей оставлять с няней, кто захочет 31 декабря провести с чьими-то детьми, няню просто не найти будет в этот день, это реальная реальность, скажем, да. Декабрь 2019 года выдался просто адским месяцем для меня. В декабре я должна была провести 4 фэшн-шоу, одно из них 7-го декабря, и это была вечеринка у Альберта, вечеринка синглс, на которую пригласили телевидение, и на которую пригласили меня. Спонтанно так получилось, где-то за неделю мне пришлось все подготовить, я все подготовила, и все прошло замечательно. Фотографии вы сейчас видите. Следующая вечеринка, которая по плану должна была состояться, это показ моей коллекции в Лас-Вегасе. Rumi Award, и они проводили в картинной галерее показ и транслировали его для своих клиентов. А загвоздка была только в том, что показ был на следующий день после того, что я возвращаюсь из Мексики. В декабре был мой долгожданный, замечательный отпуск в Мексике. 7 дней с 15 по 22 декабря. И 23 декабря я вылетала в Лас-Вегас на этот показ. Но пока я готовилась к отпуску, случилось еще одно крупное событие. Я получила очень интересное предложение от одного ночного клуба в Сан-Франциско. Если вы знаете клуб Модернист в Сан-Франциско, то один из его основателей, Стив, написал мне, что заинтересован в том, чтобы я в новогоднюю ночь этого самого злополучного 31 декабря провела в клубе очень масштабное фэшн-шоу. Такое, что выходов моделей должно быть 30-40. Ну, по опыту я знаю, что для такого мероприятия понадобилось бы 10-11 моделей, 3-4 визажиста-хаирстайлиста. Предложение было исключительно интересным. Я начала над ним работать буквально за несколько дней до своей поездки. Когда я выставила цену своих услуг, своего вот этого фэшн-шоу, по цене-то мы со Стивом и не сошлись как раз. И тут у меня возникло двоякое чувство. С одной стороны, как бы, очень хотелось заработать. Так хорошо я могла заработать на этом шоу. С другой стороны, мне абсолютно не хотелось работать 31 декабря. И вдобавок к этому, я бы совершенно не смогла расслабиться и отдохнуть в Мексике, зная, что я возвращаюсь 22-го. 28-го моя вечеринка, 28-го это карнавал. И 31-го огромное шоу, для которого мне бы пришлось часть коллекции, часть платьев везти из Москвы. Вот такая история. Вот что хорошо уже на этой этапе организации, мероприятий, что люди интересные, люди, с которыми можно сотрудничать, с которыми хочется сотрудничать, начинают уже сами писать мне. Их не нужно искать, они уже сами меня знают и сами мне пишут. И тут ко мне поступило предложение от Анны Елизаровой. Это оперная певица с мировым именем. Она захотела выступить у меня на вечеринке. Конечно же, я с огромным удовольствием ее пригласила. В общем, это был потрясающий номер. Очень-очень красиво. Она пела песню о Соли Мил. Еще один момент, который, мне кажется, поднял мероприятие на новый уровень, на какую-то новую ступень, это ведущие. Раньше я сама была ведущей. MC это называется, кстати. Ведущие это микрофон MC. Два молодых человека, очень интеллигентных, очень харизматичных. Это Андрей и Кирилл. Ведут теперь мои мероприятия. Кирилл говорит на английском для моих англоговорящих гостей. А Андрей говорит на русском. И вот эта интеракция между ними. И так, как они зажигают гостей. В общем, все это я просто обожаю. Я считаю, это next level моих мероприятий пригласить двоих ведущих. Диджеем должен был быть Arman Essence. Я обожаю Армана. Он всегда играет ту музыку, которая нужна в данный момент данным людям. Вот такой у него есть огромный опыт. И всегда у него все совершенно четко. Всегда он одет с иголочки. Это, кстати, я тоже очень ценю. Очень хотела пригласить танцоров. Но танцоров мне хотелось не латину, да, все-таки тема карнавал, а именно бальных танцев. Но когда я поняла, что программа будет пересыщена, это и выступление Анны Елизаровой, это и само фэшн-шоу, о котором я сейчас расскажу, это и ведущие, это и три конкурса. Лучший мужской костюм, лучший женский костюм, лучшая маска. В общем, я поняла, что будет too much. И надо просто остановиться. И танцоров я, наверное, возьму уже в следующий какой-то свой, в следующее мероприятие. Конечно же, одним из хайлайтов этого мероприятия была открытка, специально созданная на память для всех гостей мероприятия. Маски были нарисованы по мотивам коллекции масок, которые упустила я, с суперталантливым художником Викторией Фичель. Уже второй раз мы с ней работаем. В этом месте она делает оформительную открытку на моё мероприятие. И каждый раз это вносит такой уровень качества, такую приятную нотку, чего-то осязаемого, что остаётся после моего мероприятия. Так что в этом видео ещё раз пользуюсь случаем, говорю, Вика, огромное тебе спасибо. Это потрясающая открытка. И, кстати, вот этот фонд, который вы видите, нет-нет-нет, это не фонд. Это её каллиграфический почерк. То есть такого фонда вообще нет. Это её почерк. Конечно же, изначально я задумывалась сделать всем гостям подарки. И я воплотила задуманное. Шарик, который можно повесить на ёлку, внутри несколько конфет, и внутри его есть звёздочки золотые и ёлочки. Если шарик потрясти, то они все прилипают на внутреннюю поверхность шарика, и каждый раз получается как бы чуть-чуть разная ёлочная игрушка. И каждый этот шарик я подписала с Новым Годом СНД. Всё это заняло массу времени, конечно же, но это было такое приятное занятие. До трёх часов мы не спали вместе с Андреем накануне мероприятия и сделали всем-всем-всем вот такие подарки. Теперь про фэшн-шоу. Фэшн-шоу мне хотелось сделать таким, которое покажет вот всю историю СНД с момента создания в 2015 году до сегодняшнего дня. в 2014 году. И я пригласила много манекенщиц. Было 8 моделей на этом показе. Это очень много. Это трудно скоординировать. Показ был относительно всё-таки простым, потому что каждая девушка выходила один раз. Каждая модель выходила один раз без переодеваний. Переодевание дико всё усложняет. Но я хотела сделать не просто показ, не просто показ в масках. Для этой вечеринки я создала уникальные совершенно маски. Ни одна из них не повторяется. Все абсолютно разные. Под каждое платье была создана отдельно маска. Я сейчас вам их показываю. Обязательно пишите мне в комментариях, какая вам нравится больше всего. Мне хотелось сделать не просто показ, а какой-то показ с танцем, с каким-то историческим танцем, возможно, с какими-то движениями, минуэта, да, такой неспешный танец. Посмотрите обязательно в YouTube, интересный, классный. И на мое счастье, декоратор мероприятия Ольга Мараренко много лет занималась историческим танцем. Она сказала, что она мне поможет поставить этот танец. Я знала примерно, что я хочу, да, я пригласила Манекенщина на репетицию. Она состояла за два дня до ивента, 26 декабря. И надо сказать огромное спасибо еще раз всем девочкам, которые были моими моделями. Все, кто не живет там на расстоянии в 100-500 километров все приехали на репетицию. И благодаря чему весь танец, который мы репетировали и 26-го, и в день ивента получился достаточно достойным. Ну, я просто влюблена в эту идею, в этот танец. Девчонки, все молодцы. Спасибо вам еще раз огромное. Вот этот танец с масками в этих платьях, ну, это как раз тот самый карнавал. Дамы, господи, эти жены, ваши громогласные полиспены Соня Киршин и ее коллекция. Ну, это все, конечно, хорошо, а где же кетч? Почему же я все это вам рассказываю? А дело в том, что все могло сорваться в последнюю минуту. Я вам сейчас расскажу, почему. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо своим гостям, которые покупают билеты заранее, которые покупают билеты за 4 недели до мероприятия, за 3 недели до мероприятия, за 2 недели до мероприятия, потому что благодаря этим людям я могу планировать наиболее эффективно. Я знаю, начинаю понимать примерно, какое количество человек придет, и я могу понимать, какое количество средства я могу вложить в это мероприятие. Чем больше людей приходит, тем больше, естественно, стимул у меня вложить, больше стимул сделать ученику более грандиозной, более интересной, более запоминающейся. В этот раз получилась ситуация крайне сложная. Видимо, она получилась такой из-за даты. Огромное количество людей разъезжается, уезжает в эту дату и моих друзей, и вообще, и я знала об этом. Живя в Америке, я наблюдаю за людьми, наблюдаю, что в соцсетях люди постят, разъезжается все. И опрос я проводила до этого. И где-то 10% человек написал мне, что 10% моей аудитории написали мне, что они уезжают. Но потом 10% мне не критично. Оказалось критично. И до последнего, буквально до 25 числа я еще сидела и думала, получится у меня сделать эту ученику, не получится. Я настолько нервничала, я не находила себе места. Было потрачено уже столько средств, времени, моих усилий, усилий других людей. Вот просто один момент вам приведу, например. Вот сказать, допустим, Арману, Арман Эссенс, очень востребованный диджей, что, к сожалению, мероприятие отменяется, да. И все. Все, на следующее мероприятие он уже не придет, потому что этого диджея нужно приглашать за 2-3 месяца на мероприятие. Он очень-очень востребованный, как я уже сказала. Жизнь моя укоротилась на пару лет точно за последние эти дни, потому что я понимала, что билетов продано очень мало и затраты, которые уже учтены, да, ну практически все затраты я знаю заранее. Вечеринка просто себя не окупает. И для 20 человек, там, для 27 человек не имеет смысла приглашать 20 человек, которые будут создавать эту вечеринку, да. И вот этот диссонанс у меня в голове, и вот это непонимание делать-не делать было со мной буквально до 25-го числа, когда, наконец, Андрей мне просто сказал, Соня, делай вечеринку, пусть у тебя там будет 30 человек, но эти люди готовились, они готовили костюмы, они хотят эту вечеринку, они хотят прийти именно к тебе, посмотреть именно то, что ты делаешь. Оливер, пожалуйста, не надо так делать. Я сказала об этом Альберту, Альберт, конечно, так, тоже сомневался, стоит-не стоит, но поддержал меня. Вот огромное ему спасибо в очередной раз, что, несмотря на наши разногласия с датой, ты выбрала это, ты выбрал то, ты не послушалась, там, туда-сюда. Тем не менее, он очень мне помог, и да, все состоялось. Вот в последнюю минуту, в последний день, в последние часы было продано количество билетов, практически идентичное обычному проданному количеству билетов. Вот как так произошло, я не знаю, наверное, какое-то проведение. Ну, либо людям страшно захотелось на карнавал именно в этот день. Вот что еще вам не показало, так это две шляпы, которые я сделала специально тоже для этого мероприятия. Для себя вот такую я сделала шляпу, это по мотивам треуголки, здесь вам хорошо ее сейчас видно. Ее было видно достаточно хорошо на фотографиях, но у нее разные стороны. Одна сторона вот такая с брошью и бантом, а другая сторона просто вот такая сторона. И перья мне удалось сделать настолько эффектно здесь вот эти перья, ну, я просто ее обожаю. Шикарная шляпа получилась. И эти банты, и на моем розовом платье тоже. Здесь я не боялась сделать слишком, too much, потому что, когда мы говорим о карнавале, там вообще трудно переборщить, да. Единственное, от чего я воздержалась, это от цветов на шляпе, хотя для 17-18 века это было, наверное, самое типичное украшение для шляпы. Но так как на платье были только банты, да и платье вообще-то настолько сложное, структурное, по силуэту, что ну еще цветы добавить на шляпу, это просто будет полный карнавал в плохом смысле слова. Вот это моя шляпа, а вот это шляпа Андрея. Андрею костюм я заказала, такой вот декор я сделала у него на шляпе. Это первый раз, когда я заказывала перья страусиные, экстремально длинные, 50-60 сантиметров длиной. И я хочу сказать вам, друзья, что перья такой длины, их у страуса не вырывают, страуса не убивают, чтобы снять эти перья, срезаются с птицы. Поэтому всем людям, которые беспокоятся о экологической стороне вопроса перьев, я с уверенностью заявляю, перья состригаются с птицей, точно так же, как шерсть состригается с овечки, чтобы сделать шерстяное полотно. Все, друзья, спасибо огромное, что смотрели это видео. Теперь наслаждайтесь официальным видео от Лены Прониной. Лене хочу сказать огромное, огромное спасибо, потому что когда мне пришлось в последний низ сокращать все расходы, я поняла, что, наверное, видео официального не будет. Просто на это нет у меня никаких средств, а в минус в несколько тысяч долларов под конец года я совершенно не хочу попадать. Ну, просто, чтобы не портить карму этого года, да? Тем не менее, Лена сделала мне это видео в подарок на Новый Год, друзья. У меня просто нет слов. Лена, спасибо тебе еще раз огромное. Смотрите видео, оно классное. Всех с наступившим Новым Годом. Обязательно приходите ко мне на вечеринки и подписывайтесь на мой канал прямо сейчас. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok